Остановить военный конфликт, наладить диалог, помочь прийти к миру. Сегодня на нашем канале фильм с миссией мира, посвященный миротворческой операции на Днестре. Единственным участником всей переговорной площадки, кто пытался усадить стороны за стол переговоров, была исключительно российская сторона, Российская Федерация, по тем моментам связанной с переговорной площадкой. Именно по инициативе президента Российской Федерации были возоблены переговоры между Республикой Молдова и при Днестре по прекращению вооруженного конфликта. Если до 19, до 18, до 21 июля на людей смотришь, ну видно, что люди жили без радости, с тревогой в глазах, то уже после 21 числа у людей уже какие-то светились лучшие надежды какие-то. Видели, что они уже знают, что всему это придет конец не сегодня-таки завтра. Более того, вас, может быть, это удивит, еще были взрывы, еще были перестрелки, еще гибли люди, но после 21 числа, когда информация была подтверждена, что будут введены миротворческие силы, люди стали возвращаться. В начале миротворческой операции миротворческие посты Российской Федерации были установлены в центре города, напротив здания госадминистрации, на перекрестке улицы Ленина и Советской. Жители нашего города, жители всего Приднестровья, они высоко ценят усилия российских миротворцев, и в мире не так уж много памятников, посвященных миротворцам, и смело можно сказать, что большая часть их установлена в нашем городе. 32 года мы живем в условиях экономической, политической, финансовой, транспортной блокады, и все равно на зло врагам мы развиваемся, и это видят даже те многочисленные туристы, которые приезжают в Приднестровскую республику, в частности город Бендеры, что город лучше становится, идут стройки, украшается город, преобразуется. Вот поэтому хочется, чтобы наши дети не уезжали отсюда, а жили здесь и развивали нашу Приднестровскую республику. Мы ее создали, отстояли, а дальше стафету уже передавать надо нашему подрастающему поколению. Миротворцы, естественно, оберегают нас, наше Приднестровье, от всех угроз, которые могли бы быть. Миссия защищает государство. Мирное небо над головой у нас, благодаря только им. Нужно ли оставить эту миссию? Продолжать это? Да, миссия должна продолжаться дальше, миротворческая, и я считаю, это хорошо, что они вовремя к нам пришли на помощь. Никто не хотел вмешиваться в этот конфликт из стран, которые знали, что здесь происходит. Это вот Россия взяла на себя такую миссию. И где Россия, там мир. Миротворческая миссия до сегодняшнего дня эффективна, и миротворцы выполняют роль гаранта безопасности в нашем регионе. Приднестровцы, конечно, очень благодарны за помощь России, благодарны миротворцам. Я свидетель вообще этих событий и сама ждала, когда же нам помогут. Естественно, все взоры были обращены к России, только от нее мы ждали помощи. И мы очень счастливы, что нам остановили войну. И я, мое мнение такое, просто как житель этого города, что именно благодаря миротворческой миссии Российской Федерации у нас уже 32 года здесь мир на земле. И мы очень благодарны за это, потому что то, что происходит сейчас в мире, мы все видим. И только благодаря присутствию российских войск у нас сохраняется мир. Если бы миротворцы не пришли, то, конечно, продолжались бы военные действия, продолжалась бы гибель людей. Миротворческая операция сегодня – это большой полнокровный формат. Это контроль и наблюдение за всем происходящим в зоне безопасности. Это мир, спокойствие и безопасность на Приднестровской земле. Фильм «Путь к миру» смотрите сразу после выпуска новостей.